здравствуйте вы смотрите бардачок и с вами снова я александр трепетин пятница минувшей недели запомнится харьковским водителям грандиозными пробками в центре закрылась площадь свободы там началась подготовка к новогодним праздникам а еще там команда джума отмечала свой день рождения вот уже третий раз джума с размахом отмечает свою годовщину на центральной площади города весь день здесь проходили разнообразные активности для взрослых и детей и все это на фоне впечатляющей выставки внедорожной техники вся эта машинерия в течение двух дней будет бороться с бездорожьем в окрестностях харькова и не просто в честь именинника команды джума помимо этого под харьковом проходил завершающий этап кубка украинского бездорожья в субботу спортсмены соревновались в трофе а в воскресенье в триале чтобы посмотреть трофе и зрителям необходимо самим обзавестись внедорожниками так как добраться до тех точек где с препятствием бьются участники состязаний на обычном транспорте попросту невозможно я даже не пытался я сразу планировал наблюдать за вторым этапом триалом утром воскресенья на уже привычном месте возле поселка безлюдовка собрались покорители бездорожья со всей украины от луганской области до львовской и техника которую можно было наблюдать тоже очень разнообразная лично меня больше всего впечатлило количество так называемых котлет машин специально построенных для движения в условиях тотального бездорожья от серийных них только отдельные элементы экстерьера все остальное плод полета конструкторской мысли владельцев причем полет этот преград не имеет ибо внедорожник с управляемой задней осью скажем мягко впечатляет перед стартом обязательный брифинг на котором организаторы и именинники по совместительству уточняют последние вопросы по правилам состязаний между прочим второй день кубка украинского бездорожья проходил по стандартам рфс набравшему популярность последние годы этот стандарт предусматривает преодоление разнообразных спецучастков ограниченных лентами на самом участке препятствия могут быть как грязевые так и чистотриальные на геометрическую проходимость после старта участники разъехались по спецучасткам кому какой больше приглянулся по регламенту нет никакого значения в каком порядке проходить суд на гонку просто отводится определенное время в данном случае 6 часов вот за эти часы надо успеть пройти все спецучастки время прохождения каждого суд также ограничено 15 минут уложился получи 100 очков не уложился не получи впрочем если сумел преодолеть половину дистанции то получишь половину положенного 50 очков надо признать что далеко не все сумели преодолеть даже половину дистанции особенно тяжко было первым ведь именно первому экипаж на спецучастки приходилось нащупывать верную траекторию и верную тактику идущим следом всегда легче ведь все опасные места уже видны кстати степень сложности препятствий также была разной для различных категорий транспортных средств здесь все традиционно три категории автомобилей квадрики и багги у тв для тр-1 преграды попроще для тр-3 самые тяжелые квадры проходили по тем же су что и тр-3 как всегда квадроциклы выступали парами в одиночку даже для очень навороченных механизмов такое попросту непреодолимо самые сложные участки достались категории тр-3 это как уже было сказано самые подготовленные машины сильно отличающиеся от серийных для них склоны покруче болото поглубже рвы пошире ну и в их исполнении прохождение суб было самым зрелищным а а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дело в том, что почва в зоне соревнований песчаная и на большинстве участков деревьев нет. То есть трос лебедки цеплять не за что. На этот случай в самом сложном месте организаторы поставили пожарную машину, доверив ей роль якоря. Но в других местах такого не было и спортсмены цепляли трос за настоящий якоря. Девайсы хитрой формы, напоминающие плуг. Если его загнать в почву поглубже, то лебедка уверенно вытягивает застрявший джип. Но почва, как было сказано, песок. Потому штурманам приходилось налегать на якорь всем весом. Часто такое упражнение со стороны напоминало катание на этих самых якорях. Там, где можно было зацепить трос за дерево, машины категории ТР-3 запросто поднимались даже по отвесной стене старого карьера. Спуск, впрочем, был не менее сложным и без подстраховки лебедкой. Но главные сложности на треальных участках – это косогоры. Места, где нужно ехать не по склону, а поперек. В таком случае имеется реальный риск переворота. Все решает мастерство пилота и вес штурмана, который работает противовесом. Грязевые участки очень хорошо демонстрировали разницу в подготовке машин и их возможностях. Для кого-то сложный участок мало чем отличался от асфальтового шоссе. Так быстро проходили его экипажи. А для кого-то на том же самом месте не получалось даже уложиться в отведенные 15 минут. Не обошлось в этот раз и без неприятных сюрпризов, которые преподносила техника. Кто-то успевал с таким сюрпризом разобраться прямо на спецучастке и добраться до финиша в отведенное время. Кто-то, увы, терял всякую надежду пройти дистанцию, потому что в самый ответственный момент какой-то из механизмов авто отказывался работать. А кто-то попросту не обращал внимания на досадные мелочи в виде сорванной покрышки и рвался к финишу. А потом быстренько с бортира в колесо покорял следующий СУ. С точки зрения зрителей, состязание в формате RFC – одно из самых удобных для наблюдения. Все участки в пределах пешей доступности, подход к ним свободный. Главное – соблюдать элементарные правила. Не лезть за ленточку и держаться подальше от натянутого троса. За этим внимательно следят маршалы. Они же засекают время, затраченное на прохождение спецучастка. По окончании гонки судьи подвели итоги. Двухдневные соревнования завершились награждением победителей, как, собственно, и все аналогичные мероприятия. Разве что добавилось чествование именинников команды «Джума». Вот такие вот выдались внедорожные выходные. Ну, а на сегодня все. С вами был Александр Трепетин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Увидимся. Ни гвоздя вам, ни жезла. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok